В субботний день на площадке у торгового центра «Экватор» традиционный праздник. Мой адрес, Московский район, собрал в одном месте много брещенных гостей города. Большая, яркая, развлекательная программа, талантливые вокалисты и танцоры, разнообразные творческие коллективы. Все это создавало особое праздничное настроение. В Светлой Республике Беларусь Есть город, которым я так горжусь Он много имеет заслуг боевых И улиц просторных и ярких таких А повод для такого торжества серьезный. Своё 46-летие праздновал один из крупнейших районов республики. С каждым годом Московский район наращивает экономическую активность, радует новыми объектами социальной сферы, культуры и спорта. Сегодня Московский район по праву может называться одним из лучших центров притяжения в целом Брестском регионе. С учетом той численности, которая проживает, это порядка 234 тысяч человек, промышленные отрасли, системы образования, в целом, скажем, социальной сферы. Сегодня основная промышленность района представлена 28 крупными промышленными предприятиями, которые известны своей продукцией не только на территории Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами. Это Савушкин продукт, ГПС-техника, Брестский чулочный комбинат, Компо, Агропищепром. Можно отметить также, перфект, флагман нашего, скажем, домостроения, это, конечно же, Брест-жилстрой. Социальная сфера очень широко представлена, если говорить о системе образования, начиная от дошкольных учреждений образования до высшего учебного образования. Также спортивное ядро – это широчайший спектр объектов, начиная от игровых видов, это Виктория, Грибной канал, можно отметить, также у нас представлены водные виды спорта дворец, ледовый дворец, легкоатлетический, то есть ряд других спортивных площадок, где люди могут заниматься спортом и, скажем, культивировать здоровый образ жизни. Стало доброй традицией на празднике «Мой адрес» Московский район подводить итоги в номинации «Лучший в профессии» среди награждаемых представителей из самых разных сфер. Их многолетний труд, инициатива и добросовестное отношение к своей работе не остались незамеченными. Руководители, учителя и врачи, водители, ткачи, электрогазосварщики и социальные работники – все они своим ежедневным трудом вносят значительный вклад в развитие Московского района. Очень люблю свою работу. Всегда стараюсь помогать людям, делать добро. Знаю, что они нуждаются во мне. Как и я в них тоже нуждаюсь. Они мне тоже дают очень много советов. Люди очень поддерживают и много советов дают. У меня есть по 93 года бабулечкам. Да, да. Я уже их обслуживаю, есть даже по 20-25 лет я уже к ним хожу. Мы уже как свои родственники. Уже знаешь, где, куда, что принести, что сказать, что не сказать. В общем, мне нравится моя работа. Знаете, я даже в выходной уже не могу сидеть вот дома спокойно. Мне надо просыпаюсь, и мне надо куда-то уже бежать. Куда-то бежать. Хотя уже возраст тоже не позволяет. Мы ничего, стараемся, стараемся. Еще, надеюсь, пару лет буду нужна людям. Только благодаря руководству нашего города, администрации, в том числе и московского района, была построена эта больница, в которой я сейчас работаю, и мои коллеги. И она была необходима, так как много людей нуждается в такой помощи. Район города – это прежде всего его жители. Поэтому хочется пожелать всем нам, а я и работаю, и живу в московском районе города Брест. Я дважды москвичка, можно так сказать. Хочется пожелать, конечно, чтобы наша жизнь была комфортной, чтобы было мирное небо. И чтобы дальше наш район и наш город, наш зеленый, развивающийся, молодой, а я бы сказала, что московский район, он именно отличается тем, что население молодое, много молодых семей, новых районов. Чтобы мы были счастливы, здоровы, успешны. И чтобы все у нас было хорошо. Вот такие успешные, добрые, настоящие профессионалы своего дела – москвичи. Счастлив тот, кто может заниматься любимым делом. И, конечно, большая радость иметь семью. И московский район областного центра богат многодетными счастливыми семьями. Среди них победители районного конкурса «Лучшая многодетная семья». Семья – сковородка. Это наша малышка Ярослава. Это наша старшая дочь Кветлана. Сегодня нету с нами Алисы. Она уехала в путешествие со школой со своей. Но у нас еще есть Алиса – средняя дочка. Мы участвовали в конкурсе. На районном этапе мы заняли первое место. В дальнейшем мы не прошли на следующий тур, на республику. Но мы не расстроились. Потому что мы очень круто провели время, готовясь к конкурсу. На репетициях на всех. На самом выступлении мы очень отдохнули душой своей. Мы показали то, что мы хотели показать. Все наши чувства, всю нашу любовь, которую из поколения к поколению передают нам наши предки. Стараемся любить и уважать своих детей. И воспитывать их в правильном направлении, давая им свободу. И подталкивая. Иногда нужно дать пинок. Да, московскому району есть чем гордиться. За эти 46 лет было сделано немало. И пусть и дальше он растет и развивается. Продолжение следует...